МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Вячеслав Разбегаев, и я такой же, как вы. Я сомневаюсь, не верю всему подряд, и многое хочу перепроверить. Это агентство специальных расследований. Сегодня в программе. Поклонники Кабалы. Они продали душу дьяволу? Это наглое вторжение попсы в сферу мистического, загадочного и непознанного. Или стали ближе к Богу? Это то, что делает меня, христианку, ещё более христианкой. Видео американцев на Луне. Подлинный документ или плохое кино? Съёмка каких-то макетов, кукол или реальных людей на фоне большого экрана. Но не на Луне. И загадочные смерти американских астронавтов. В 1967 году погибли 11 человек. Сыворотка правды. Почему в большинстве стран она под запретом? В этом состоянии человек может рассказать о себе всю правду, и не только о себе. Как она влияет на сознание и судьбу человека? Он попросился в туалет, со второго этажа, головой вниз и покончил с собой. Каббала. Каббала. Говорят, каждый, кто обладает этим знанием, имеет неограниченную власть над людьми и даже над самой природой. Говорят, адепты Каббалы знают ответы на вопросы, как изменить судьбу, как управлять мыслями, даже куда безопасно вложить деньги. И что именно благодаря учению они стали богатыми и знаменитыми. Так что же это такое, Каббала? Давайте разберёмся. Дэми Мур и Мадонна. Бритни Спирс и Наоми Кэмпбелл. 10% их ежегодных доходов отчисляются фонды и центры изучения Каббалы. Может быть, именно ей знаменитости обязаны своими успехами и миллионными контрактами. Лекции по Каббале популярны во всём мире. В интернете даже существует Каббала ТВ. Но истинное учение уже много сотен лет передаётся только в устной форме от учителя к ученику. Это были единицы. Поэтому, когда мы говорим, вот эти каббалисты, вот я имею в виду настоящих каббалистов, которые получили эту традицию от предыдущих учителей, передали её дальше. Дальше это буквально, там, я не знаю, десяток человек в мире. Между тем, русская православная церковь даёт учению довольно жёсткую оценку. Возможно, потому, что его приверженцы занимаются своего рода магией с помощью Библии. В христианском понимании это просто чистый сатанизм. Один из водоразделов, который разграничивает Каббалу и библейскую традицию, включая христианство, это учение о том, что Бог находится по ту сторону добра и зла. Что настолько высоко, что до него вот это различение добра и зла не доходит. Бог не может быть источником зла. И это принципиально. Известная певица Лолита уже два года постоянно посещает курсы лекции по Каббале. И сатанисткой себя не считает. То, что делает меня, христианку, ещё более христианкой, это то, чему, к сожалению, наша церковь не уделяет совершенно внимания. Это общение. С Богом можно договориться. В этом главное крамола Каббалы. Может быть, потому еврейскому народу удалось и удаётся выжить и процветать, несмотря на все гонения? Когда Бог превращается в набор кнопок, нажимая на которые, можно что-то извлечь, получить для себя, образ его расщепляется на какой-то очень сложный конгломерат эманаций. И самое страшное, что человек, вместо того, чтобы идти к Богу путём любви и надежды, по сути, начинает ходить по неким таким кругам предписаний. Руководитель Центра стратегических исследований религии и политики, телеведущий Максим Шевченко считает, нельзя жить светской жизнью и одновременно быть адептом серьёзного учения. Это наглое вторжение попсы в сферу мистического, загадочного и непознанного. Все великие каббалисты прошлого, раби Лев или другие, они были аскетами и жили очень такой строгой и, что называется, духовно чистой жизнью. В интервью 15-летней давности певица Мадонна призналась, она посещает курсы каббалы, чтобы оставаться вечно молодой, красивой и успешной. В последующие годы звезда не разочаровалась в учении. Более того, в 2004-м она взяла себе новое имя – Эсфильм и потратила 30 миллионов долларов на создание школы каббалы. Мадонна занимается каббалой и жертвует на это огромное количество денег в Америке. Но она занимается, я это знаю от своего учителя, она занимается ни в каких вип-комнатах со всеми, кто ходит развиваться без всякой охраны. Она сидит, также слушает лекции. Но что на самом деле скрывается за супердорогими духовными уроками? Что попросят взамен учителя и наставники мистических центров? Люди, особенно молодежь, которые восторгаются, может быть, этими прекрасными певицами, должны помнить, что они все у нас все певицы, а не мистики. И руководствоваться их советами в этом вопросе – это то же самое, что прыгать в озеро, наполненное свирепыми крокодилами и пираньями, когда тебе кто-то, стоящий на берегу, говорит «Да ладно, подумаешь, нормально, смотри, как красиво, купаться можно». Миллионер Леонид Элизаров – каббалист с большим стажем. Он считает, что своим нынешним благополучием обязан именно мистическим практикам. Но это для него только начало. Когда у человека все есть, вот представляете, вот у одного энное количество денег и положения, и у другого столько же денег и столько положения. А как мне стать лучше него? То, что реально работает, скрыто. Каббалисты узнают друг друга не только по улыбке и цвету глаз. Тонкая красная нить на запястье – она главный символ и оберег. Я точно могу сказать, что в какие-то моменты я точно, вот я столкнулась с каким-нибудь не очень хорошим человеком. И начала сама из себя извергать какой-то негатив. Нить была абсолютно целая. Потом смотрю, раз – она истончилась. Обычная нитка из галантерейного магазина для оберега не подходит. Благословение надо купить в Каббала-центре. Цена для каждого своя. Какая секрет? Певица Лолита признается – тонкая красная нить спасала ее много раз. Я могу быть на гастролях, проходит три месяца, у нас в один день рвется нить. Потому что у меня такое ощущение, что она набирает какую-то энергетику негативную, в то же время твою энергетику негативную. Ключ к познанию мира каббалистам дает «Зоар» – самая известная книга из многовекового наследия каббалистической литературы. Она написана десятью людьми, это были известнейшие мудрецы. Потом это исчезла книга. Спустя почти 900 лет вдруг каким-то образом часть из этих рукопис, там было огромное количество рукописей, часть из них вдруг обнаружилась случайно, абсолютно случайным образом. «Зоар» считается очень возвышенной, очень сильной книгой. Но чтобы постичь все тайны книги, все-таки следует выучить арамейский. Те, кто действительно читают на арамейском языке эту замечательную книгу, волшебную книгу Кевина «Зоар», они молятся, например, о том, чтобы прекратились войны во всем мире. Они собираются группой, путешествуют в какие-то страны, там, в Сирию, в Горданию, в Ливию, везде, где начинались военные действия, эти люди добровольно едут, сидят, читают эту книгу «Зоар» и говорят, что военные действия прекращаются. Но неужели каббалой увлекаются только миротворцы? Каббалая – это, конечно, прежде всего, знание. Знание сил, кто, зная, так это в некоторых ситуациях становится оружием. То есть понимание, как устроен этот мир. И вот эти вот более тонкие законы, не физические, а те законы, которые стоят за этой вот внешней физической картиной мира. Византийский писатель 4 века Руфин рассказывает о некой персидской царице. Будучи тяжело больна, она обратилась к врачам-каббалистам, прописавшим ей следующее лечение – разрубить пополам нескольких христианских девственниц и пройти между висящими половинами тел. Царица последовала совету и излечилась. 26 июля 2005 года представители еврейских праворадикальных организаций собрались на кладбище в Рошпине. Это был старинный обряд наложения проклятия Пульса де Нура. Цель – премьер-министр Израиля Ариэль Шарон. Причина – глава правительства пошел на уступки палестинцам. Они спускаются в какие-то подземелья, что-то они там тоже наверняка читают Зар, а может быть и не Зар. Мрачная церемония Пульса де Нура, с помощью которой раввины расправлялись с врагами еврейского народа, не изменилась в древности. Десять женатых благочестивых иудеев, достигших 40 лет, девять в черных одеяниях, один в белом, ночью собираются в синагоги или на кладбище. Зажигают черные свечи и читают хором древний вавилонский текст молитвы. Последние слова произносятся ровно в полночь, после чего звук трубы извещает о конце церемонии. По легенде, человек, против которого направлен обряд, не проживет и 40 дней. 18 декабря того же 2005 года Ариэль Шарон был доставлен в больницу с инсультом. Он впал в кому, из которой не вышел и по сей день. Подобная церемония наложения проклятия была проведена также в 1995 году. Тогда праворадикалы прокляли премьер-министра Ицха Карабина. Через 30 дней после ритуала он был убит. Любое мистическое знание – вещь небезопасная. Человек остается один на один, даже если вы атеисты, я объясню это как атеисту, со своей психикой, со своим бессознательным. То, что Фрейд называл «ид» – темное, неформулирующее, как бы неформулируемое на языке ясного сознание, находящееся в человеке. И это путь к безумию. Известно, что каббалисты даже примешивают к лекарствам человеческую кровь и жир. Недаром человеческая кровь является важнейшим элементом сатанинского ритуала жертвоприношения и призыва тёмных сил. Именно человеческая кровь самым сильным является соком на земле. Каббалай иногда называют таким сильнодействующим лекарством, которое помогает нам пережить вот это время. От подобных практик можно даже сойти с ума. Как ни странно, такой случай описан в самом Талмуде. Это история четырёх мудрецов, попавших при жизни во фруктовый сад Пардес, то есть в рай. То есть войти в фруктовый сад, вот в этот Пардес, это значит быть посвящённым вот в это вот, в тайны Каббалы. И только один из них, рабе Акива, вошёл с миром и вышел с миром. То есть это ему не повредило. Трое других, при том, что это были выдающиеся мудрецы, один просто посмотрел и умер, другой сошёл с ума, а третий вообще отошёл от веры. В психологии это состояние носит название «Иерусалимский синдром», когда человек воображает и чувствует, что он владеет божественными и пророческими силами и как будто является воплощением определённого библейского героя, на которого возложена пророческая миссия по спасению мира. Кто-то пытается проанализировать, скажем, с позиции религиоведения это явление, кто-то действительно погружается в него. Мистический культ, духовное учение и успешное коммерческое предприятие с многовековой историей – всё это Каббала. И здесь нет противоречий. Общественный и политический деятель, миллиардер Владимир Слуцкер, на пресс-конференции в Иерусалиме заявил, уже весьма значительное число членов парламента России занимаются Каббалой. Тесная связь тайных учений с общественной жизнью и политикой уже ни для кого не секрет. Другой вопрос – как эти знания станут использовать сильные миры сего? Далее в программе. Фото и видео американцев на Луне со временем всё больше кажутся фальшивкой. Видно, что снимали в павильоне, специально ударили по штативу, чтобы камера тряслась сильно. Выносим их на беспристрастный суд экспертов. Очень просто определить, что этот сигнал идёт действительно с Луны. А также сыворотка правды. Развязывает язык или превращает человека в раба? Человек вводит в некоторое неопределённое состояние, подораживающее, обескураживающее, дезориентирующее его. Это агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Летом 2013 года средства массовой информации распространили сообщение – на Луне больше нет американских флагов. Точнее, флаги-то есть, но на них нет звёздно-полосатой символики. Краска выгорела под воздействием яркого солнца. Этот забавный факт ещё раз заставил вспомнить один из самых популярных споров – «Были ли американцы на Луне?». Сегодня его вполне можно списать на чувство зависти, ведь лунную гонку мы проиграли. Но версия о том, что полёт астронавтов на спутник Земли – фальшивка, популярна до сих пор. И у её сторонников немало аргументов. Эти кадры в июле 1969 года облетели весь мир. Астронавт Нил Армстронг первым ступил на поверхность Луны. Но именно по этим и другим архивным плёнкам следующих трёх лет, а также фотографиям, некоторые эксперты сделали вывод – полёт американцев – фальсификация. Сейчас, когда через интернет стали доступны фотографии НАСА, вдруг многие с ужасом увидели, что большинство фотографий фейковые. То есть это либо съёмка каких-то макетов, кукол, или реальных людей на фоне большого экрана, но не на Луне. То есть это съёмка в павильоне. И есть очень много фактов, которые говорят, что это именно павильонная съёмка, а не съёмка в условиях глубокого вакуума. Сторонники теории фальсификации считают, Национальное космическое агентство США действительно очень долго работало над межпланетным кораблём. Но все попытки лунного десанта потерпели фиаско. И в итоге пришлось обойтись фальшивкой. Ракета «Сатурн-5» – настоящая лунная ракета не была создана. Вместо «Сатурна» сделали макет ракеты. Это принятая практика. То есть она имеет те же габариты, но мощность гораздо-гораздо меньше. И такая ракета не могла выйти даже на орбиту. Она могла долететь, скрыться с глаз долой, эффектно стартовав, и упасть в Атлантику. В битве за космос СССР и США не жалели ни финансовых, ни людских ресурсов. Советский Союз дважды праздновал победы. Первым запустил искусственный спутник, а чуть позже на космическую орбиту отправился Юрий Гагарин. Этот полет многие ученые считают более значимым для человечества, чем высадка на Луну. Это был вопрос престижа государства. Показать, что наше социалистическое государство, которое строит коммунизм, имеет намного больше перспективы, чем Запад. И поэтому в этой гонке достижений под флагом «Кто лучше?» мы, конечно, выступили первыми и очень даже успешно. Настолько успешно, что американцы просто чуть не лопнули от зависти. В ответ штаты бросили колоссальные средства на лунную программу. У СССР такой задачи не значилось. Тем более, что советские радиоуправляемые модули уже побывали на Луне. Но главная причина – Луна никуда не денется. Присвоить ее невозможно. Конечно, если бы сейчас действовало право первого захватчика, вот как вот при открытии Америки, кто высадился, кто поставил свой флаг на берегу, тот уже и владелец всей Земли. Тогда, конечно, и наше бы правительство бросило все существующие ресурсы с тем, чтобы побывать на Луне первыми. Но, к счастью, Луна является незахватываемой территорией. Никто не имеет права там сказать, что это мое. Стартом лунной американской программы стала речь президента Джона Кеннеди. Он ставил задачу покорения Луны исключительно как политическую. Это был период, когда Советский Союз обгонял американцев по всем фронтам. В своих расчетах оптимальной траектории полета на Луну американские ученые использовали формулу советского основоположника космонавтики Юрия Кондратюка. Еще в 20-е годы прошлого века он на собственные деньги издал книгу, где детально описывал полет на Луну. И в библиотеке Конгресса США был организован специальный отдел, куда собрали всю российскую и советскую литературу по Луне и перевели. Но когда ее перевели, когда вот американцы прочитали, они увидели, что задача решается одной ракетой. Именно эти расчеты и легли в основу лунной программы «Аполлон». Вот полет на Луну, который осуществили американцы, я имею в виду с баллистической точки зрения. Как выводится на орбиту около Земли, затем с орбиты около Земли переводится на орбиту вокруг Луны, как стыкуется, растыкуется. В том числе и американцы сами называют, что это орбита Кондратюка. Никто не сомневается, автоматические американские станции были на Луне. Но вот были ли там люди? Астронавты, по мнению скептиков, лишь разыграли свое присутствие на искусственном спутнике Земли, используя реальные фотографии. Взгляните внимательно на лунный модуль. Он слишком мал не то, что для трех, а даже для двух человек. Два астронавта в скафандрах туда внутрь поместиться никак не могут. Если мы посмотрим внутренне, что находится внутри модуля, то уместить туда еще двух человек фактически невозможно. Они не смогут там развернуться никак. А им нужно входить, выходить. Потом через люк им нужно было к командному модулю пристыковаться. А здесь нету даже переходного отсека, стыковочного отсека. Какой бы мы этап не взяли, взлет с Земли, стыковка, приземление, высадка на Луну, мы везде видим, что все это ненастоящее. И куда уж на таких фотографиях без монтажа. Вот этот вот флаг и отражение в шлеме – это другая фотография. Здесь монтаж двух фотографий. Если мы изменим яркость, то увидим границы маски. Это вот один снимок, это второй. То есть этот снимок показывает механизм, как создавались американские некоторые вот эти снимки Аполлоновские. Что это монтаж двух кадров, снятых в двух разных объектах, в разных местах совершенно. Еще одна претензия – отсутствие звезд. Их должно быть хорошо видно. Однако у людей, уверенных в полете американцев, свое мнение. Физических законов никто не отменял. Почему нет на сделанных снимках звезд? Потому что звезды там настолько слабы, что экспозиции просто не хватало для того, чтобы они были зафиксированы. На тех снимках, которые делались с большой выдержкой, звезды появлялись, все нормально. То же самое касается и теней, которые лежат на поверхности Луны в произвольном порядке. Есть такие снимки, когда мы видим лунный ландшафт, тень от космонавта, который снимает, ну раз тень мы видим, то есть Солнце у него сзади, и вокруг его головы, ну где у него там фотоаппарат, ну где-то он ниже был на самом деле, вот такой вот светлый ореол, ну а дальше все темнеет. Вот на Земле вы такого, ну не найдете места, где бы можно было встать спиной к Солнцу и снять так, чтобы вокруг вашей тени был такой ореол. Это только лунный эффект. Физика и оптика, помноженные на космический вакуум, и никаких странностей. Главный советский космический конструктор Сергей Королев разрабатывал не только теорию, но и практические вопросы лунного десанта. Как же так вышло, что СССР в лучшие свои годы отказался от полета на Луну? Ведь тогда советские космонавты летали в космос десятками. Инженеры конструкторского бюро в первую очередь разрабатывали эшелонированную систему спасения человека. В Советском Союзе не хотели рисковать жизнями космонавтов. Эта система была разработана. У нас даже уже был запущен на орбиту вокруг Земли спасательный аппарат на случай выполнения миссии на Луну. К сожалению, случилась неудача с запуском этой ракеты Н-1. Мы просто не успели довести до конца. Первым советским астронавтом должен был стать Валерий Быковский. Инженеры готовили для него специальный костюм для максимальной загрузки аппаратуры. Как-то, значит, я был на одном совещании инженера, говоря, вот мы еще космонавта нагрузим бурильной установкой. А как его нагрузить? Вот так вот, вручную. Можете себе представить, какими словами на это выразился. Человек, который и так, в общем, вот, ну, очень на грамме риска ходил. Ему еще крутить. Провалить эту миссию было нельзя. Союз моментально бы потерял лидирующие космические позиции. И важным политическим шагом стал отказ от полета советского астронавта на Луну. Партия отказалась от дорогостоящей программы и переключилась на земные дела. А американцы тем временем демонстрировали почти 400 килограммов лунного грунта, которые они якобы доставили на Землю. Но далеко не все этому верят. Они маленькие камешки, вот эти маленькие, стали запаковывать в шары такие, которые нельзя разбирать. И в таком виде демонстрируют их в музее. Поэтому никто не знает, то ли это действительно лунный грунт, то ли это просто обыкновенные метеориты, но с Луны, лунные метеориты, которые были найдены, например, в Антарктиде. Большинство ученых не сомневаются, американцы были на Луне. Несколько раз. А все, кто сравнивает фотографии, видеопленки и строит догадки, пытаются заработать очки и стать авторитетными специалистами безо всяких на то оснований. Это мнение совершенно некомпетентных людей. Потому что американцы действительно овладели очень высоким искусством, космической техники. Они действительно посылали несколько экспедиций на Луну, которые успешно выполнили. Ну, за исключением Аполлона 13-го, который, в общем-то, в силу некоторых случайностей им удалось выжить. О смертях американских астронавтов у некоторых экспертов особое мнение. Так правительство США заранее начало подготовку к фальсификации полета. В 1967 году погибли 11 человек. В то время как за предыдущие три года всего три человека. Вот такой резкий всплеск смертности указывает на то, что, видимо, среди отряда астронавтов проводилась чистка. Убирали незагласных, болтливых, ну, наверное, и, может быть, стоит еще добавить, что убийство по политическим мотивам в Америке и сегодня, и тогда вещь была совершенно обычная. Во время полета на Луну американцы транслировали прямой сигнал из космоса, который принимали спутники сразу нескольких стран. В том числе и советские космические станции слежения за космосом. Ну, все сидели, наши ребята, и все смотрели, как Нейл Амстронг полилуняется. Вне зависимости от американцев. Там, говорят, павильон построили и так далее. Ну, чушь. Потом наши принимали сигнал с Луны. Дальше мы принимали все полеты до этого. И Аполл-8, и 9, и 10, так, которые были здесь. И это было, кстати сказать, в Москве все транслировалось. Это скрыть невозможно. Однако, верящие в мистификацию указывают на другой факт. Трансляция шла через американское космическое агентство. Они разрешили миру ознакомиться с полетами на Луну только через НАСА, только по той информации, которая представляет НАСА. А когда наши радиоразвитетные суда постарались проверить, по той ли трассе, что, говорит, НАСА, летят якобы лунные ракеты, американцы мобилизовали свой военный флот 15 кораблей, самолеты радиопомех, радиоэлектронные станции помех, и всячески глушили работу наших радиосудов. Правительство США не пожалело денег, чтобы заглушить все посторонние сигналы. На фоновую завесу было потрачено 230 миллионов долларов. Российские ученые оспаривают и эту версию. Очень просто определить, что этот сигнал идет действительно с Луны, а они откуда-то там с поверхности Земли транслируются спутником. Связь с Луной обеспечивалась узконаправленными антеннами, то есть тут спутать было невозможно. Но как же быть с киносъемками? Почему камера, которая должна быть статична, так трясется? Это видно, что снимали в павильоне, специально ударяли по штативу, чтобы камера тряслась сильно, и снимали на скорости порядка 60 кадров в секунду, чтобы потом замедлить, и все движения, как бы пыль, реголит, лунная пыль вылетает из-под колес так в замедленном действии, как будто бы действие происходит на Луне. Почему кадры экспедиции Аполлон-16 выглядят так неестественно? Если внимательно приглядеться к этому видео, то можно заметить, что на самом деле снимается небольшая модель радиоуправляемая, на которой сидит кукла сантиметров 30, и эта кукла все время держит руку неподвижной, вот так вот. И главный аргумент, американцы в постановочном фильме о полете на Луну так и не смогли изобразить лунное притяжение. Вот так вот должен бы прыгать астронавт на Луне. То есть выше своего роста где-то в два раза, метра на два с половиной. Если не в два, то... А это вот так происходит человек на Земле. Советские ученые, опираясь на полученные образцы лунного грунта, не сомневаются и сегодня. На кадрах видеосъемки поведение грунта под ногами астронавтов вполне естественно. Он очень по своему поведению очень похож на мокрый песок. Хотя мы знаем, что Луна безводна и сухая, но на Луне мы имеем глубокий вакуум. И вот спекание частиц, мелких частиц глубокого вакуума порождает примерно тот же эффект, когда на Земле вот такие частицы песка слипаются в результате того, что они пронизаны влагой. Единственный вопрос, который так и остался без ответа, это неожиданное увольнение генерального конструктора НАСА Вернера фон Брауна. Не прошло и трех лет после запуска на Луну, как его выставили за дверь космического агентства. Я думаю, что фон Брауна, поскольку он не смог сделать эту ракету лунную, некоторое время использовали как свадебную генерала на церемонии встречи астронавтов. А затем, когда он стал ненужным, уволили. И это, как настоящий конструктор, он не мог не мечтать о том, чтобы сделать настоящую ракету для настоящего полета на Луну. А кому нужны такие работы? Опять пойдут испытания, пойдут взрывы, развалы ракет. Это расходилось с интересами элиты США. Успокаивает одно. Ни одна страна еще не добилась выдающихся результатов, чтобы говорить о полетах в космос, как о путешествии хотя бы на соседний континент. Можно исследовать космос, можно долететь до Сатурна и даже дальше, но это еще не освоение космоса. Освоение космоса начнется тогда, когда люди смогут работать и жить подолгу на освоенных территориях и более того, для своего жизнеобеспечения использовать местные ресурсы. И в этом направлении ни Россия, ни Америка, ни какая бы другая держава еще не сделали решающих шагов. Недавно россияне побывали в той самой пустыне, где расположены американские базы для подготовки к космическим полетам. Так может быть вскоре наши космонавты пройдут по следам американских коллег? Будем считать, что эти следы на Луне все-таки есть. Далее в программе Сыворотка правды. Это, я бы сказал, такое общее название, наверное, многих препаратов, которые используются. Что она способна сделать с человеком? Он попросился в туалет, со второго этажа, головой вниз и покончил с собой. Почему разрешена в Индии и запрещена в России? Тем самым в этом состоянии человек может рассказать о себе всю правду и не только о себе, о своих близких, родных. Это агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. В начале прошлого века акушер Роберт Хаус из американского города Фейрис отметил, как роженица под воздействием наркоза легко вспомнила где лежит забытая в доме вещь. Акушер сделал вывод. Есть вещество, способное вытащить из памяти человека любые сведения. С этого маленького эпизода начинается история препарата, который называют сывороткой правды. В 2007 году в Индии двум подозреваемым в серийных убийствах полицейские вели сыворотку правды пентатал. Препарат буквально заставил бизнесмена Манендера Пандера и его помощницу Коли признаться в 40 убийствах. Они даже указали место, где спрятали 17 тел. Через год индейские власти провели похожую операцию. На этот раз с террористом по имени Мохаммед Касаб. Он был единственным, кого удалось схватить живым после серии терактов в Мумбаи, когда погибли 200 человек. После введения сыворотки правды удалось выйти на след организатора теракта. Им оказался проповедник Абу Хамза. Мохаммед Касаб. и маха. Панец сыворотки правды не просто возможно. Необходимо. И всё-таки используют её редко. Хотя бы потому, что в криминальной психиатрии на подобные манипуляции необходимо согласие пациента. Мы же не можем его связать и не вводить лекарства. Ему объясняют, ведётся то-то и то-то. Ему объясняют, что это безопасно. Он даёт на это согласие сам. Я не беру работу со шпионами. Я беру судебно-психиатрическую практику. В СССР разработку препарата, который развяжет язык любому человеку, курировал Комитет государственной безопасности. Токсикологическая лаборатория Всесоюзного института экспериментальной медицины начала работу ещё до Второй мировой войны. Но каких результатов там достигли, неизвестно и поныне. Руководителя лаборатории Григория Майроновского в 1951 году объявили врагом народа. Как стало известно позднее из материалов следствия, действия различных препаратов проверяли на заключённых, приговорённых к высшей мере наказания. Бывшие сотрудники КГБ по-прежнему хранят тайны, как из проворовавшихся бухгалтеров и директоров предприятий вынимали признание. О силовой фармакологии, как правило, вспоминают диссиденты. Семён Глузман и Владимир Буковский написали книгу «Пособие по психиатрии для инакомыслящих». В ней они рассказывают о том, как происходит допрос с применением препарата. Существует метод так называемого аметаллового интервью посредством внутривенного введения аметалнатрия. Через секунды после введения у испытуемого наступает непродолжительное состояние опьянения, сходное с алкогольным, затем переходящее в глубокий сон. Из книги «Пособие по психиатрии для инакомыслящих». В феврале 1949 года главу Венгерской католической церкви кардинала Иосифа Миндженти признали виновным в измене родине и шпионаже. Ярово противника коммунистов, которых кардинал считал оккупантами, новые власти приговорили к пожизненному заключению. Но свои признания на суде Иосиф Миндженти делал столь механически, что многие и сегодня подозревают. Священнику ввели специальный препарат. В арсенале специальных служб всего мира, в том числе, наверное, и России, есть все необходимое для отправления тех обязанностей, которые предписаны им Конституцией и Законом. Ну, что касается сыворотки «Правда», это, я бы сказал, такое общее название, наверное, многих препаратов, которые используются. Одно существует принцип растормаживания. Человеку вводят вещества противоположного действия. Одно возбуждающее, повышающее настроение, вызывающее эйфорию, а другое – успокаивающее. И вот на полярности этих действий, возбуждение и успокоение, у человека развязывается язык. Сыворотки, правда, с этих позиций можно отнести водку, коньяк, всё, что вызывает подъём настроения. Спецслужбы многих держав взяли на вооружение сыворотку «Правды». Однако все скрывают побочный эффект, который не смогли победить фармакологи. При введении препарата человека можно так растормозить, что все моральные нормы рухнут в один момент. До актуализации бессознательных посылов. Бессознательных посылов, как описал Фрейд, различных инстинктов жизни, смерти, различные страхи. Чаще всего, конечно, их локализация находится в детстве. У многих из нас есть неразрешённые детско-родительские отношения, которые как раз под действием этих препаратов могут актуализироваться и всплывать на поверхность. Что произойдёт, если рядом с пациентом, находящимся в таком состоянии, не окажется грамотного специалиста, психолога, а ещё лучше психиатра? И если не будет подготовлен антидот, противоядие? Эксперты говорят, сознание человека может измениться навсегда. Всех, без исключения людей, связанных с разработкой эликсира истины, интересовал вопрос, можно ли подготовить своё сознание так, чтобы оно противостояло сыворотке? Специалисты говорят, твёрдое нет. Психофармакология позволяет менять вводимые вещества. Они могут быть разными по составу и в любом случае разговаривают испытуемого. Однако реакция мозга на сыворотку правды до конца не изучена. У нас наш бортовой компьютер многоэтажный. В одном месте лежат реальные факты и события, запоминаемые нами. В другом месте – желаемые. Видите, в месте просто фантазийные какие-то. Поэтому всё, что развязывает язык, должно восприниматься очень осторожно. Есть и ещё один побочный эффект. Человек под влиянием препарата может не только рассказать всё, что знает. В это время ему в сознание можно вложить любую информацию. То есть чужая фантазия станет реальностью в памяти человека. Человек вводит в некоторое неопределённое состояние, подораживающее, обескураживающее, дезориентирующее его. И тем самым в этом состоянии человек может рассказать о себе всю правду. И не только о себе, о своих близких, родных. И стать тем самым более внушаемым даже. В этом состоянии можно человеку дать определённую информацию, в которую он поверит. Эффект сыворотки правды длится примерно 60 минут. Когда препарат начинает действовать на мозг и нервную систему, человек сам хочет разговаривать. И это желание излить кому-нибудь душу настолько велико, что для него нет запретных тем. Сегодня почти все специалисты, знакомые с эффектом сыворотки правды, делятся на два лагеря. Одни оправдывают такие методы сбора информации и даже хотят поставить их на поток, ссылаясь на успешный опыт ряда стран. Другие утверждают обратное. Громкие преступления, раскрытые с помощью этих препаратов, можно по пальцам перечесть. А стран, которые признаются в применении таких методик, и вовсе единицы. Одно из самых нашумевших преступлений 2012 года. Человек, известный как Красный Джокер, в июле расстрелял зрителей на премьере фильма о супергерое Бэтмене. 12 убитых, 68 раненых. Задержанный по подозрению в совершении преступления Джеймс Холмс, свою вину признать отказался. Его адвокаты заявили, в момент совершения преступления их подзащитный был невменяем. Судья решил, узнать истину поможет только сыворотка правды. Впрочем, большинство дел, где следователи или спецслужбы используют этот препарат, проходят под грифом «секретно». Это очень избирательная технология работы. Вот человек совершил убийство или изнасилованный. Если преступления доказаны и поддаются доказательности в обычном правовом поле, никто не будет применять эту сыворотку правды. Однажды в Сибирской тайге убили егеря. Убийцу поймали, но он все отрицал. А после введения сыворотки правды он сознался в убийстве и рассказал, где оно произошло, куда он спрятал тело и назвал подельников. Когда преступление не очевидное, а подозреваемое и есть, и 90% за то, что этот человек совершил преступление, тогда сыворотка правды очень помогает. Французские криминалисты использовали сыворотку правды при допросе Андрея Сенса, которого подозревали в пособничестве нацистам. В полубессознательном состоянии Сенс сказал «да». На этом основании суд признал его виновным. Кротивные работники про раскрытие преступлений балансируют на грани фола, исполняя требования закона. Негласно досмотре квартиры, наружное наблюдение, прослушивание. Но когда я вижу, что средства, которые применяются для раскрытия преступлений, перечень которых я сказал, пытаются превратить доказательства по делу, меня берут утро, потому что я в практике и в прошлое, и сегодняшнее знаю, с чем это все связано. Председатель Совета Безопасности России в конце 90-х Иван Рыбкин подтверждает, в Советском Союзе сыворотка правды была, и ее активно использовали спецслужбы. Подчеркнув, что у специальных служб России есть за пределами, по крайней мере, запрет на применение многих вариантов действий, которые были вполне уместны в не таком уж далеком прошлом. Там два десятка лет назад, три десятка, четыре десятка и пять десятков. Бывший старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры СССР Владимир Калиниченко подтверждает, С началом перестройки он несколько раз сталкивался с последствиями грязной работы спецслужб. В лихие 90-е жертвой сыворотки правды мог стать любой человек. Он попросился в туалет со второго этажа, головой вниз, и покончил с собой. Но вопрос-то заключается в другом. Я об основном подозреваю, что там был психотроп. Но я в судебном заседании добился приобщения к делу двух явокспоменных, написанных в ту ночь. Так вот, это был бред, простите меня, силы и кобылы, по содержанию явокспоменных, которые, конечно, не вошли в обвинение. Но вопрос в том, что я прекрасно видел, что такое были психотропные аппараты. В наследство от советской, российской психиатрии досталась огромная теоретическая и практическая базы фармпрепаратов для растормаживания мозга. И для опытных врачей удивительно слышать, что спецслужбы используют какие-то уникальные технологии. Все они давно известны. Металлкофейное растормаживание использовалось в психиатрии уже много лет, и используется как острое средство для решения каких-то таких вопросов, когда надо снять немножко напряжение в пациенте. Это используется при кататоническом ступоре. Если пациент, например, не может нормально питаться, то в таких случаях это действительно используется. Незаменимы подобные препараты и в реабилитации людей, получивших психологическую травму в горячих точках при так называемых истерических психозах. Могут быть такие запредельные травмы, когда человек находится в таком состоянии, когда он выключает сознание. Для того, чтобы снять вот эту тяжесть, делали такое металлкофейное растормаживание. Это лечение отдельных форм шизофрении, тоже как острое средство использовали. Кофеин, кадеин, аметалл натрия. Этими препаратами пользуются уже больше ста лет. Их невозможно купить в аптеке, но в психиатрических клиниках они есть. Будьте уверены. В шпионских романах и фильмах едва ли не каждый секретный агент носит с собой ампулу, которая может развязать язык любому человеку. Неудивительно, что многие хотели бы приобрести такой чудо-препарат. Впрочем, известный американский исследователь-конспиролог Дэн Браун, автор нашумевшего «Кода да Винчи», считает, если совершенная сыворотка правды и существует на самом деле, мы с вами об этом вряд ли узнаем. Слишком сильное это оружие. Правда. Это было агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok